Всем привет, меня зовут Даша, и сегодня я буду продолжать осваивать окраску миниатюры. И сегодня я покажу в этой серии, как я сделала этого маленького баяниста-разведчика времен Великой Отечественной войны. Итак, поехали! Ну а перед началом работы я хочу посоветовать интернет-магазин сборных моделей и комплектующих. К ним я моделист. Огромный ассортимент товаров для любимого хомби, быстрая доставка по регионам, а также доставка собственной курьерской службы по Москве и Московской области на следующий день после оформления заказа. Доступные цены, а также консультация специалистов. Именно под Новый год я хочу показать вам свою работу над фигуркой советского баяниста-разведчика. Работать я буду темперными красками питерского производства. Цвета я мешаю на глаз, мне не хочется использовать пастельные оттенки, а хочется придать гармонисту более зеленые, жизнерадостные цвета. Образ этой фигурки показывает одновременно суровость, но в то же время и радостность момента. В Новый год советские бойцы встречали четыре раза, и несмотря на разные обстоятельства этих четырех праздников, бойцам хотелось бы на миг мысленно отсчутиться дома, в кругу семьи. Перед началом покрасочных работ я в пятке у солдата просверлила отверстие и вставила туда зубочистку, и разместила фигурку на покрасочном стенде от Green Staff World. Начинаю работу с униформы. Я заранее подготовила три оттенка защитного цвета, чтобы визуально выделить штаны, гимнастерку и ватник. И начну окраску фигуры с ватника. На самом деле Россия не является родиной ватника или телогрейки. Короткие стеганные льняные куртки, утепленные ватой, а также пропитанные уксусом, являлись с 10 века униформой византийской пехоты. Древняя телогрейка носила благородное на слух название – кавадион, и относилась к разряду легкой брони. Конечно, византийский ватник едва ли мог защитить от стрел, но он мог сохранить жизнь при рубящем ударе клинком или топором. На базе цвета для ватника сделаю цвет для гимнастерки, так чтобы гимнастерка и ватник немного отличались друг от друга. Чуть более темным оттенком зеленого я окрашу штаны. Штаны находятся ниже других элементов одежды, что в принципе логично. Поэтому они должны быть немного темнее. Ряд историков уверены, что кавадион где-то в 11-12 веке проник из Византии в русские княжеские дружины, но монголо-татарское нашествие внесло свои коррективы. Византийский ватник бесследно исчез из русского военного гардероба. В 30-е годы телогреки начинают продвигаться через кинематограф. Например, в культовом фильме «Чапаев» в ватниках щеголяют Анка и Петька, демонстрируя тем самым универсальность этой одежды. Появляются ватники и в других тогдашних блокбастерах. Более светлым оттенком зеленого выделили полосы на ватнике. Однако, по сути дела, промо в массовой культуре не помогло сделать его национальной одеждой. Только Великая Отечественная война превратила телогрейку в настоящий культ, сделав ее одежды победителей. Именно в телогрейке поднималась советская страна из послевоенной разрухи, выстраивала новые города, создавалась Советская империя. Также приготовлю темный оттенок зеленого, чтобы сделать тени на складках одежды солдата. И более светлым оттенком зеленого выделю выступающие элементы униформы. По сути, работа с миниатюрой – это игра светлых и темных тонов базового цвета. А нашла я эту фигурку на одном известном китайском интернет-магазине. Фигурка выполнена из смолы и отлита просто шикарно. Идеально проработан рельеф, особенно это видно на ватнике. Всего у фигурки было пять деталей – две руки, туловище, пистолет-пулемет Шпагина, ну и сам Баян. Перед покраской я загрунтовала фигурку томиевским грунтом из баллончика. Баянист у меня не простой, а разведчик, поэтому ему полагают камуфляжные штаны. Рисую амебу. Единственное, что я хочу заметить, что амеба у меня получилась не слишком удачная. У нее должны быть более ярко выраженные ножки. Можно заметить, что у солдата характерные камуфляжные штаны. И это говорит о том, что боец является разведчиком. Камуфляж амеба разработан в 1935 году, изготавливался из маскировочной ткани. В четырех вариантах расцветки – лето, весна, осень, пустыня и для горных районов. Но вооружение было принято только в 1938 году. Маскировочные костюмы предназначались для ношения разведчиками, снайперами и саперами. С 1943 года выпускались в виде накидки. Амебы выпускались всю войну. Победа в войне одной из воюющих стран достигается при наличии некоторых факторов, основными из которых является материально-технический уровень стран-участников военных действий и морально-волевые особенности людей – как бойцов, так и дружеников тыла. В начале Великой Отечественной войне в Первом компоненте наша страна уступала фашистской Германии, поэтому роль второго значительно возросла. Другими словами, для солдат нужно было после боя организовать досуг с целью поднятия боевого духа, укрепления веры в победу и формирования патриотического чувства. Для этих целей были созданы фронтовые концертные бригады, которые своими выступлениями снимали у бойцов напряжение после боев и способствовали быстрому восстановлению как физических, так и моральных сил. Ну и черным окрашу сапоги, вернее слегка приглушенным черным. Я добавила в него немного серого, ведь в природе не бывает чисто черного цвета. После того, как я подготовила базовый телесный цвет, начинаю роспись лица. В базовый цвет я закрашиваю полностью лицо, а потом уже работаю тенями. Углубление более темным цветом, а выпуклости лица более светлыми оттенками. Большой популярностью среди музыкальных инструментов пользовалась гармонь двухрядка, и особенно трехрядка, то есть баян, с неповторимым чистым задушевным звуком. Игра на этих инструментах, в окопах, блиндажах, матросских кубриках давала бойцам эмоциональную разрядку, воскрешая в памяти картину довоенной жизни и воспоминания о родных и близких, а также о природе малой родины. Именно эти инструменты более других стимулировали патриотические чувства у огромного количества людей. Ну и расписываю сам баян. Я буду рисовать самый простенький вариант этого инструмента без особых украшений. Думаю, что на фронте были актуальны именно такие модели, простые музыкальные инструменты. Да и думаю, что после частых походов декоративные элементы тоже могли их не выдерживать. Теперь настало время поработать над тенями лица. Я намешала более светлый оттенок телесного цвета и прохожусь им по скулам, лбу и носику солдата. И да, при такой работе довольно сложно сохранять стабильность фокуса при съемке. Отличительная особенность гармонии баяна проявилась в их транспортабельности и портативности. Инструменты легко приспосабливались к любым нестандартным условиям – в землянках, блиндажах, кубриках и кают-компаниях кораблей, у костра в партизанском лесу, в окопах и траншеях. Универсальность инструментов, особенно баяна, ярко проявлялась в музыкальном освещении быта. Они сопровождали пляски, частушки, народные песни и часто иллюстрировали театральные постановки. Рисую усики, ну вы сами знаете, куда этот пропуск. Рисую также бровки и волосы, там, где они вылезают из-под шапки. У меня солдат будет с жгучим брюнетом. Усы у него просто шикарные. Вблизи он вообще похож на Луиджи, младшего брата Марио. Именно баяну с его неповторимым звуком на фронте бойцы поверяли самые сокровенные чувства. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Простые слова знаменитой песни изображают характерную картину фронтовой жизни солдат. Огромную популярность такие песни, как «В лесу фронтовом» и «Огонек» Блантера, «Давай закурим табачникова, темная ночь, вечер на рейде» и «Соловьи соловьева-седого». И другие приобрели именно в тембре баяна, а чрезмерная голосистость и крикливость гармонии здесь были не очень уместны. Я думаю, вы уже обратили внимание, как хорошо на фигурке пролито лицо, особенно рот. Дальше я, собственно, и рисую ротовую полость, надо же как-то обозначить губки. Потом я их немножко заглушу жидким телесным цветом. Также я рисую глаза, а точнее белки светло-бежевым цветом. На фигурах стоит избегать чистых цветов. Чисто-белый цвет белка будет смотреться на фигурке не очень естественно, вернее, даже немножко креповато. А зрачки я окрашу в голубой цвет. Скажу сразу, что рисовать глаза – это пока для меня самый сложный момент в работе с фигурами. За кадром я еще раза три поправляла ему эти глазки. Ну и рисую шапку светло-серым цветом, а также рисую красную звезду на ней. Сапожников и Фомин, гармонисты и члены фронтовых бригад вспоминали. На фронте ждали гармонь, как весточку из дома, как привет с Родины, и просили и требовали в тысячах солдатских писем прислать в окопы и землянки самую необходимую здесь вещь – гармошку или баян. За июль-август 1941 года, согласно архивным данным, из тыла на фронт было доставлено более 12 тысяч гармоний и баянов. Я готовлю погоны к покраске. Кстати, судя по фотографиям, погоны на ватниках были довольно редким явлением. Гармонь двухрядка и особенно баян несли в себе ярко выраженную национальную особенность – окраску. Твардовский в поэме Василий Теркин подчеркивал это своеобразие. Только взял боец трехрядку, сразу видно – гармонист для начала по порядку кинул пальцы сверху вниз. Позабытый деревенский вдруг завел, глаза закрыв, стороны родной Смоленской грустный памятный мотив. И от той гармошки старой, что осталась сиротой, как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой. Пока погоны сохнут, рисую приклад у ППШ. Твардовские гармонии противопоставлялись немецкой губной гармонике, которая пользовалась огромным успехом у немецких солдат в любых сочетаниях – в сольном и ансамблево-оркестровом музицировании. Для нужд армии в 1939 году в Германии было произведено выше 25 миллионов гармоник с той целью, чтобы музыка поднимала дух людей. А пока сохнет приклад, начинаю рисовать сами погоны. Кстати, вы узнаете, в каком звании боец? Если да, то напишите об этом в комментариях. ПЕСНЯ Обозначаю ремни коричневым цветом и в брезентовый цвет крашу подсумок для магазина пистолета-пулемета. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Сухой кистью выделяю рельеф гармонии и рисую кистью. ПЕСНЯ 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 Дорисовываю папаша. Дорисовываю папаша. Методом сухая кисть прохожусь по униформе, чтобы усложнить рельеф одежды. Методом сухая кисть прохожусь по униформе, чтобы усложнить рельеф одежды. Методом сухая кисть прохожусь по униформе, чтобы усложнить рельеф одежды. В частности, сделаю акцент на ватнике. Он у меня получился уж слишком монотонным. Методом сухая кисть прохожусь по униформе, чтобы усложнить рельеф одежды. Из модельного скотча вырезаю ремни крепления баяна и пистолета-пулемета к фигуре. Я окрашиваю эти ремни из скотча коричневой краской, той же самой, что я красила недавно. Все, баянист-разведчик готов. Надеюсь, вам понравилось это видео. Кстати, эта фигурка одна из ключевых в моей будущей диораме. Так что следите за новыми видео у меня на канале. С наступающим Новым годом и прошедшим Рождеством. Поздравляю католиков и протестантов. До новых встреч. Пока-пока. Кстати, в уходящем году мы еще увидимся.